Здравствуйте, вы на канале Лид Клуб. Читаем краткое содержание песни о Соколе Максима Горького с сайта briefly.ru. Автор краткого содержания Юлия Пескова. Читает Михаил. Теплая южная ночь. Рассказчики мудрый старик Рагим сидят у большого камня между горами и морем. За горами уже видно сияние восходящей луны. Пламя костра освещает изрезанный трещинами бок камня, а на костре варится ухо из недавно пойманной рыбы. Рассказчик просит Рагима рассказать сказку. Сначала старик не соглашается. Хочет, чтобы его уговорили. Наконец он начинает рассказывать песню напевным, унылым и ритмичным речитативом. Высоко в горах в сыром темном ущелье лежал уж и смотрел на море. Над ущельем сияло солнце, а глубоко внизу несся стремительный поток. Вдруг в это ущелье упал смертельно раненый сокол. С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе отвердый камень. Испуганный уж решил было отползти подальше, но быстро понял, что птице осталось жить несколько минут. Тогда подполз он к соколу и прошипел. Что, умираешь? Сокол действительно умирал. Он славно пожил и жалел лишь об одном, что больше никогда не увидит небо. Сокол жалел ужа, ведь тот не мог увидеть небо так близко. Уж усмехнулся и возразил, что небо – пустое место, а ему и здесь прекрасно тепло и сыро. Летай или ползай, конец известен. Все в камень лягут, все прахом будет. Сокол встрепенулся и с тоской воскликнул, что хотел бы перед смертью в последний раз подняться в небо. Прижать врага краном на своей груди, чтобы тот захлебнулся его кровью. Сокол мечтал о счастье битвы. Уж подумал, что в небе должно быть и правда пожить приятно. И предложил соколу подойти к краю ущелья и броситься вниз. Может, тогда крылья поднимут птицу, и она сможет взлететь. И дрогнул сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня. Расправив крылья и вздохнув всей грудью, он бросился со скалы и упал вниз, как камень, ломая крылья, теряя перья. На дне ущелья птицу подхватил бурный поток, омыл кровью, закутал в пену и умчал в море. Уж долго лежал в ущелье и думал о страсти сокола к небу. Он захотел узнать, что видел сокол в пустыне этой без дна и края. И зачем, такие как он, смущают душу своей любовью к полетам в небо. Ауш решил хоть ненадолго взлететь, свернулся в кольцо и прянул в воздух. Рожденный ползать летать не может. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся. Ауш решил, что прелесть полета в падении. Он начал смеяться над птицами, которые не знают земли, а ищут жизни в пустыне знойной, где много света, но нет ни пищи, ни опоры живому телу. Он решил, что за своей гордостью птицы скрывают негодность для дела жизни. Но уже не обманешь, он уже видел небо и взлетал. Теперь он только крепче верит в себя. Земли творенье землей живуя. Гордый собой он свернулся на камнях. А волны бились о берег. И в их львином реве гремела песня о гордой птице. Безумству храбрых поем мы славу. Безумство храбрых – вот мудрость жизни. Пусть сокол погиб в бою с врагами. Но придет время, когда капли его горячей крови зажгут сердца безумной жаждой свободы света. Рагим умолкает. Рассказчик размышляет об услышанном и смотрит на темно-синее небо с золотым узором звезд. Ему кажется, что вот-вот зазвучат неизъяснимо сладкие звуки и расскажут о тайнах мира. А потом увлекут душу за собой в темно-синюю бездну.